Доброе утро, девочки мои! В 8 часов утра я открыла оба окна. Вообще погода классная. На стеклах еще немножко капельки тут видны. Был дождик ночью. А сейчас смотрите, как красиво солнышко выглянуло. И так свежо, хорошо после дождя. Просто классно. Сегодня я так посмотрела по прогнозу. Дождико сегодня не ожидается. Завтра будет опять дождь. Сейчас плюс 17, днем до 23. Температура приотличненькая. Солнышко выглядывает периодически. Здорово, красиво. А я, девочки, решила сегодня приготовить зеленый борщ. Вот у меня щавель я покупала. Сейчас уже все помыла, хвостики пооборвала. Петрушка, укроп. Сейчас уже зелень, раз я с ней занялась. Я ее нарежу. Мясо у меня уже сваренное. То есть у меня уже брелон готов. Сейчас еще почищу картошку, морковку, лук. И все. Собственно говоря, что зеленый борщ? И вот это легко готовить. Морковку с луком, зажарочку сделать и все. А потом уже кинул картошку. Картошка поварится, зажарка. И в конце уже вместе с зеленью щавель кидаю. А, еще и яйца. Но яйца я взбалтываю. Обычно такую болтушку делаю. Яйца наливаю перед тем, как в зелень бросать. Потому что нужно мешать ложкой. Тут овареные яйца целиком. Ну, в общем, вы уже это все видели. Так, что я мельчишу? Щавель я покрупнее режу. Вот таким вот образом. Прям крупными кусками. Вообще можно его не резать, а порвать. Все. Сейчас вот это сделаем и потом овощами займусь. Так, девочки мои, работа тут кипит у меня уже во всю. Все. Бульев я поставила греться. Мясо перебрала, косточки убрала. Все нормально. Так, решила я сковородку поставить на мультику. Удобная штука, кстати говоря. Решила закипятить чайничек, чтобы, если что, попарить бульончик. Бульончик, а немножко. Так, быстро я все режу. Уже включила сковороду. Чайник закипел. Все, работа кипит. Вообще, зеленый борщик, девчата, я даже на удивление, можно сказать, осенью, да, но сентябрь, решила приготовить. не ожидала, что мне щай попадется, решила, все-таки, думала, для разнообразия. А то одно и то же все время. Так, вот тут мне сковорода, сюда кидаем. Опа, там бульон пока греется, сейчас вот это закину, картошку порежу, и картошечку в кастрюлю. Все, зелень у меня подготовлена. Так, болгарский перчик еще кинул, чтобы был вкуснее, буретчик, ароматнее. Так, про яйца не забыть, я один раз как-то готовила зеленый борщ, но это было давно еще, по молодости. все уже, как бы, ну, все сделала, все уже, как бы, это, почти готов, зелень закинула, что-то мне там не хватает. Потом, елки-палки, вспомнила, что у меня там не хватает яиц. Ну, вот бывало такое, бывало такое, молодая, молодая голова, молодая память, в общем, да и борщ как-то тоже я приготовила, а мне бабушка учила, ну, летний борщ можно делать не с зажаркой, делать, а просто, когда мясо варится, закинуть туда коренье, морковка, лук, свекла, и я как-то готовила постный, без мяса, в общем, короче говоря, приготовила борщ, все, думаю, что-то я, мне кажется, забыла, что-то мне кажется, забыла, вроде все, перечислила, вроде все продукты положила, но на следующий день, когда я достаю с холодильника борщ, а я смотрю, там не плавает ни одной жиринки, думаю, о, елки-палки, я аж просто сделала, ну, как, не сделала зажарку, либо мясной бульон, либо мясной бульон должен быть, либо если постный, тогда зажарка, что-нибудь, и в общем, такой постенький, так самое главное, что он получился вкусный, ароматный, и в принципе, если бы я, ну, холодным его не увидела, то я бы так и не поняла, что мне там не хватает, потому что он вкусный, как обычный борщ получился, ну, вот на заметку тем, кто на диете, девчата, вот как вариант, так, картошку я закидываю в бульон, все, о, я что-то вроде думала, включила, а я не включила зажарку, так, все, и сейчас перчик еще порежу, и у меня все нарезано, о, кстати, девчата, я сейчас только вспомнила, я только вчера увидела, что у меня уже оказывается, 18 тысяч подписчиков, вообще, это здорово, классно, спасибо, кто подписался еще, из новых людей, а может, кто-то из старых решит подписаться, честно говоря, я уже даже как-то перестала поглядывать на это дело, все, сейчас уже так снимаю видео, чисто удовольствие, ну, как бы для себя, для тех, кто ко мне уже привык, для тех, кто ждет моих видео, для тех, кто отдыхает с моими видосиками, хочу, вот я тоже режу, мне так поболтать, с вами интересно, охота поболтать, с кем-то, так, перчик, куда мне кинуть, я, наверное, его кину, зажатый, сделаю вместе с перчиком, ну, просто побаланширую, как говорится, хотя можно и кастрюлю с картошкой кинуть, в принципе, там уже, когда картошка сварится, то, тогда уже и все остальное можно закидывать, еще чуть-чуть, и готово, так, яйца еще, яйца ж у меня, решила снять с такого ракурса, чтобы вам было видно, чтобы вы понимали, что у меня тут, как это происходит, все, зажарочка, видите, как хорошо жарит в мультикухне, между прочим, режим жарка, здесь такая нормальная температура, можно и котлеты пожарить, так, что угодно, темп поднимается, сковородка ставится, и все, жарьте себе, пожалуйста, так, яйца, я 4 яйца взяла, просто их перемешать, вот так вот, одной рукой неудобно, сейчас я перемешаю еще, так, перчик я, наверное, сейчас кину вместе с картошкой, пускай варится, сейчас у меня тут закипит, бульон, здесь мясо, и картошку только что закинула, сейчас картошка закипит, кину туда болгарский перчик, пускай варится, так, зажарку сильно долго я не буду жарить, пускай еще чуть-чуть, уже, уже почти можно выключать, все, ну, тут у меня щавель и зелень вместе, так, еще лавровый листик нужно, и соль, перец, и все, все, девушки, подобрались, мы к финишной прямой, картошка у меня уже сварилась, посолила, поперчила, лавровый лист, кинула туда, теперь я туда заливаю, вот так вот, яйцо, медленно налью, перемешиваем, и получается паутинка, вот такая получается белая паутинка, все, так, а теперь можно закинуть сюда уже сразу зелень, и вот это вот все закипит, покипит минуты три, ну, как обычно зелень, долго варить не надо, главное, чтобы перекипятилась зелень, и все, вот, при необходимости можно долить бульон, сейчас я посмотрю, ну, кто какой густоты, вот я знаю, что некоторые люди любят жидкого много, а я слишком жидкое много не люблю, поэтому я смотрю на свой вкус по густоте, ну, чуть-чуть можно чуть-чуть подлить водички, и все, все, вот такая красота получается, и потом настоится, и буду кушать, все, девочки, положила я себе зеленый борщик, вот я люблю погуще, мне вот так вот нравится, сметанку сюда еще положила, погнала кушать, не терпится уже, решила, девочки, выйти, ближе к вечеру уже пройтись, так вышло мусор вынести, хлебушка пойду, сейчас куплю, немножечко так, подышать воздухом вышло, вообще, сейчас рано уже темнеет, сейчас только полшестого, уже солнышко садится, ну, еще пока не темно, но солнышко-то уже садится, хорошо на улице сейчас, свежо так, не холодно, не жарко, люблю такую погоду, такую температуру, вот, в общем, все на сегодня, девчата, снимать не буду в магазин, что там снимать, я там долго не буду находиться, завтра уже вернусь к вам, и завтра будет новый день, новые дела, девочки, смотрите, какой красивый закат, я прям не знаю, не смогла, не смогла пройти мимо, не снять, небо такое, красивое, классное, доброе утро, девочки мои, я проснулась, сегодня передавали, что с утра, будет сильный дождь, ливень с грозой, я смотрю, никакого дождя, посмотрела, а дождь перенесли на вечер, и тот даже слабенький будет, но похолодание никуда не ушло, сегодня до 19 градусов у нас тепла, сейчас чувствуется прохлада, сейчас 16, ой, ветерочек такой вот будет, но все равно хорошо, солнечно, небо такое, почти чистое, классно, мой утренний кофе, кстати, кофе пью растворимый, дочка как-то сказала в своем видео, что я пью там по 10 чашек, нет, девочки, 3-4, 4 максимум, и то в первой половине дня, вышла я, девочки, на улицу, вечер уже, иду в поликлинику, решила сходить, узнать результаты, думаю, что откладывать, в общем-то, если это можно сделать сегодня, не надо откладывать, это дело на завтра, фух, сегодня у нас прохладненько на улице, 17 градусов сейчас, ну, в общем, когда ветер не дует, вроде бы так, терпимо, но ветерочек порыв, порывы ветра, вот, поэтому я натянула с начосиком кофту, и под низом еще там кофточка, короче, ну, куртку одевать еще рано, но помимо куртки еще много есть чего можно надеть, я сейчас собиралась, не знаю, что, кстати, у меня сегодня какое-то состояние непонятное, знаете, как перед простудой, и вроде не болит ничего, ни насморка, ни горла не болит, ну, какое-то состояние, как будто вот, продуло меня, или что, а кто его знает, как, но я с открытой форточкой сплю, хотя там занавески занавешены, в общем, не знаю, надеюсь, что я ошибаюсь, вот, поэтому думаю, что тянуть, надо одеваться, так, горит зеленый, быстрее, быстрее, кстати, смотрите, солнышко садится уже, и кругом тучки вокруг, но сегодня вечером, вроде бы должен пойти дождь, в общем, пока погода хорошая, думаю, надо делать сейчас, а то завтра, если у нас начнет дождь идти, ну, там, видите, тоже небо чистое, а тут тучка какая-то висит, в общем, непонятная погода, так, ну, остановитесь, светофор зеленый, вот, короче говоря, такая вот у меня вечерняя прогулочка, сейчас, решила я пройтись, поглядываю, поглядываю на небо, а у меня сегодня соседка приехала, ее не было больше недели, поболтали с ней, соскучились друг за другом, вот такие вот дела, такая вечерняя прогулка, ой, ну, я уже немножко подрастегнулась, иду быстро, любимая, быстрая походка, и мне уже становится жарковато, хотя ветерочек сейчас дует временами, ну, такой, вообще, не знаю, что сильно холодный, но не сильно приятный, Ладно, ну, все, девочки, я вышла с поликлиники, короче говоря, в общем, в целом, все нормально, только у меня там повышенный холестерин, ну, я, в принципе, как бы и не сомневалась, в общем, надо мне статин попить, диетку пособлюдать, и у меня там магний В6, в общем, ну, маловато витаминов, короче, витамины еще пропить надо, и через месяц повторный анализ крови сдать, и посмотреть, ну, а в остальном, как бы у меня там все нормальненько, вот, так что я сейчас заскочу в аптеку, вот так, на аптеку работать приходится, стоит в поликлинику сходить, как бы не знала, жила бы все неспокойно, мало того, что историю мою еле нашли, что ее искать, я не знаю, я была буквально на прошлой неделе, но нашли где-то там, вот, ладно, девчата, в общем, короче говоря, я сейчас зайду в аптечку, возьму что надо, и начну пропивать уже, я вчера, кстати говоря, ну, вот эта перемена погоды, я почувствовала, у меня суставчики, так, чуть-чуть, напомнили о себе, я о них прям забыла уже, вот, я вспомнила, что пора Артру пропить, я заметила, что обычно осенью я ее начинаю пропивать, я вчера пошла, купила Артру, при том, что со скидкой, две тысячи отдала, вот, вчера начала уже пить, сейчас еще, витамины, статины, диета, все дела, так что, ну, диета у меня есть, у меня как раз, эта диета есть, дома лежит, я ее иногда соблюдаю, так что, я с одной диеты на другую перехожу, так, все, мои девочки, пока, вот, девочки, нежданно-негаданно, такие вот затраты, вот это вот, и вот это, 1114, я сегодня отдала, и вот эта Артра, это я взяла со скидкой, за две тысячи, а вообще, ее цена стояла, где она, на коробке была, там, 2 900 с чем-то, короче, но из-за того, что у нее срок годности в декабре заканчивается, а я ее выпью до декабря, поэтому скидка, ну, вот это, в общем, короче, изучу я все это дело, надо будет пропивать, и тогда, потом повторный анализ, через месяц, ну, вот это вот, месяц, или это, ну, короче, месяц, три недели, будем пить. Всем добрый день, девочки мои, уже два дня прошло, я два дня ничего не снимала, сегодня жара у нас такая, приболела я девочке немножко, поэтому не хотела ничего снимать, не было сил, сегодня жара 27 градусов, завтра вообще будет 34, а послезавтра 20, резко похолодает, в общем, сегодня хорошая погода, но я дома, у меня постельный режим. Я, девочки, как пришла с поликлиники в среду, померила вечером температуру, а у меня 37, 37,2, в общем, потом 37,7 поднялась, ну, в общем, два дня, так, до 38 температура держалась, вот, но сегодня ночью хорошо пропотело, и, в общем-то, у меня сегодня она снизилась, ну, так, 37 где-то, ну, насморк, чувствуете по голосу, я, например, сама чувствую, немножко ухо заложено, хоть бы ухо не разболелось, это слабое, слабое место, как говорится, вот, ну, надеюсь, все будет хорошо, в общем, короче говоря, я ничего не делала, подъедала в холодильнике, что было, сегодня встала, думаю, надо же что-то себе сделать, в общем, решила заказать доставку, потому что мне там много чего надо, и молоко, и кефир, в общем, тяжести таскать не хочу, да, в общем-то, какая-то такая слабая, знаете, идти в магазин, тащить сумки, не это не хочу, в общем, короче, заказала доставку, сейчас должна быть доставка, вот, ну, и уже прицепом, и арбуз тоже заказала, надеюсь, принесут, уже на последок поесть арбуз, а у нас погода вот так вот меняется, ну, в общем, до сегодняшнего дня было так, нормальный год, 23 до 25 днём, сегодня уже чувствуется, сейчас поднимается, но ещё сегодня не сильно жарко, завтра за 30, наверное, опять сплит придётся включать, ну, откуда мне сейчас сплит, ну, посмотрим, как будет завтра, переживём один день жары, это можно пережить, потом прохладненько, будет даже холодно, вот, так что я сегодня ничего особенного делать не буду, но что-то приготовлю себе поесть, в общем, заказала я себе всё, уже, как говорится, для снижения холестерина, потому что, помимо того, что нужно пить статины, нужно ещё и соблюдать диету, поэтому заказала я молоко, там полтора процента, самое низкое всё, в пятёрочке, кефир однопроцентный заказала, вот, курицу филе заказала, без кожи, ну, филе бедра, я люблю бедра филе, вот, ну, и готовить буду тоже, либо варёное, без бульона, либо на пару, ну, что-нибудь такое щадящее приготовление, я сейчас говорю, а сама слышу, у меня как будто уши заложены, ладно, много не буду я глаголить, в общем, короче говоря, ждём доставочку, о, три пакета призащили, тяжёлых, вот бы я пёрла это всё, ну, вот, заказала я две, две пачки, вот это филе, филе красное, филе бедра, всё, посмотрела по срокам годности, всё в порядке, форель, вот эти вот сырнички, захотелось поесть, ну, вместо сметаны, так, а кефира-то нету, о, молоко, полтора процента, две пачки заказала, и вот они как раз-таки, кстати говоря, я смотрю, разные, новые пачки стали вот такие, вообще с обратной стороны, даже пустая, так, блинчики с творогом, сейчас я ещё сверю по списку, лук, почему-то две упаковки лука положили, короче говоря, картошка, груши, яблоки, бананы, фрукты, виноград, ягодцы ещё, всё, так, в общем, каким-то образом получилось, что я заказалась 2 килограмма лука, ну, лук никогда лишним не бывает, и как-то я, не знаю, пропустила, заказала вроде, но она как-то не заказалась, кефир, без кефира, ну, ладно, самое главное, основное, всё привезли. Девочки, аппетита никакого нету, съела я 2 сырника, и решила съесть ещё банан, в общем, не буду ничего сегодня готовить, хорошо, что фруктов набрала, буду так, что-нибудь лёгкое кушать. Доброе утро, девочки мои, день следующий наступил, не стала я вчера заканчивать видео, думаю, вам же, наверное, будет интересно, как я себя чувствую, но сегодня уже получше, померила температуру, сейчас у меня 36,8, уже это меня радует, ну, и так, в общем, в целом самочувствие уже полегче, в общем, это видео у меня получилось, не поймёшь каким, ну, не совсем так, как я вообще хотела это всё, видите, на середине видео я заболела, я не в состоянии была ни снимать, ни монтировать, а если монтировать я не в состоянии, то думаю, ну, и что тогда его заканчивать, вот, короче говоря, вот так, а что у нас на сегодняшний день, сегодня у нас будет днём, 33 градуса, жары, придётся сприт, наверное, включать, а завтра будет плюс 21, даже завтра утром будет плюс 15, вот такие скачки, это, конечно, не полезно для здоровья, так, ну, и что я сегодня собираюсь кушать, я вот сейчас картошечку в мундире чищу, собираюсь сварить винегрет, сварить, вернее, как, нарезать винегрет, сейчас у меня уже сварилась свекла, вот, ну, это я снимать не буду, в общем, и ещё я сварю вот это филе куриное, поем его варёным, и на гарнир у меня будет винегрет, вот, а ещё я, кстати, глянула, у меня есть масло льняное, льняное масло, но я уже не буду на всю, на всю кастрюлю добавлять, ну, так, на порцию добавлю себе, способствует снижению холестерина, кстати, вот, если кто страдает, можете, купить льняное масло, и добавлять его в салатик, но так оно не очень-то приятное на вкус, но, оно, я знаю, что снижает холестерин, это уже не, не от одного человека, слышала, оно на себе тоже, в общем, я не знаю, в прошлый раз, когда снижало, очень хорошо снизилось, вот, и благодаря чему, в общем, даже точно я не знаю, но льняное масло я тогда употребляла, да, вот, в общем, короче говоря, не знаю, сегодня это видео постараюсь смонтировать, если на это у меня сил хватит, а если нет, значит, я его, может быть, завтра утром смонтирую, ну, в общем, скоро увидите, просто уже, как говорится, дальше снимать уже это видео смысла нету, все и так ясно, мне стало легче, мне лучше, вот, чтобы вы не переживали там за меня, что я там заболела чересчур сильно, ну, вот, как-то так вот, не знаю, простудилась, а может быть, вот эти мои хождения в поликлинику, может быть, там подхватила какой-нибудь вирус, вот, ну, ну, в общем, целом, лучше мне уже все, так что сегодня я еще в домашнем режиме, как говорится, тоже таком, ну, завтра уже будет видно, что, что будет завтра, сегодня у нас воскресенье, кстати говоря, удивительно, что вот такой день выпал на воскресенье, мне интересно, наверное, сегодня многие люди пойдут купаться, загорать, может быть, на дом, а может быть, такое запросто, потому что, если вот такая жара сейчас пойдет, но она жара, это день короткий уже, долго длиться не будет, ну, все равно уже, уже утро, в 28, это уже, как говорится, сейчас жарко, тепло, ну, я сегодня еще никуда не планирую, никуда мне не надо пока, так что, вот так вот, все, девочки мои, на этом не буду я тянуть, на этом прощаюсь с вами, пишите комментарии, кто хочет, ставьте лайки, кто хочет, в общем, как хотите, всех люблю, целую, и до новых встреч, всем пока-пока, и до новых встреч plan. Продолжение следует...